Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! И при помощи них мы должны создать код, который мы уже введем в дверь. Давайте посмотрим. Найдем что-то хорошее взять. О, скотч! Найдем что-то хорошее. Рисовашки. Так, секунду. Вещи. Рисовашки номер два. Ай да ой, милота. Тут куча всяких рисовас. Мыло. Лучше не надо. Так, давайте лучше это. Вот так вот. Лучше перезапишем на всякий, чтоб потом не обосраться. Лазурная лента неплохо. Ну ладно, все остальные не будем, а то риск есть, что зал невежества войти. Так, давайте. Тут сейчас они не агрессивны, так что они нас не убьют, так ведь? Да, они нас не убьют. Вопрос номер один. Ну тут три. Первая, первая цифра три. А, давным-давно жил, добыл крошечный бог. Крошечный бог создал крошечную вселенную, наполненную крошечными людьми. Крошечные люди создали еще больше крошечных людей и крошечных вещей. Вступили в крошечные войны и стали крошечными кучками праха. Счастливый конец. Тяжелая истина. Кстати, подожди секунду. Назад. А, да, там ничего нет. Ладно, зал невежества. Так, давай смотреть. Погнали. Пока что плевать на все вот эти вот. Какой-то из них можно протиснуться, я помню. Есть такая ирония, что можно протиснуться в некоторые из них. Тихо, подожди. Так. Надо как-то пробраться туда. Так, смотрим. Что тут? Так, первый вопрос это три. Нет, лучше не надо. В предыдущей серии мы знаем, что мы умрем. В предыдущей серии мы это протестим. Тук-тук. Тук-тук. Пошли. Как мы здесь оказались? Меня тошнит от этого нерационального дерьма. Загласен. Вопрос номер два. Переверните девять... Переверните девять вверх ногами. Какое число получится? Переверните девять вверх ногами. Понятно. Так, это какой у нас вопрос? Номер два. Значит, три-шесть. Так, следующий вопрос какой? Ой, нерациональный бред. Добро пожаловать. Ой, сейчас мы... Давай проходим. Так, и где мы вы... А, ясно. Так, смотрим. Где мы выйдем. Давай. Ну, заходи. Ну, вниз. Погнали. Так, откуда мы выползем? А, ясно. Как же весь этот нерациональный бред? Просто до безумия. Погнали. Нет. Какой же это нерациональный бред, ей-богу. Безумие какое-то. Просто серьёзное безумие какое-то. Тук-тук. Это уже было. Ну, это значит шесть-два. Шесть-три, точнее. Надо понять вообще, как тут выходить по-нормальному. А то, мне кажется, тут всё это сейчас может кончиться так прям. Так прям неприятно будет нам. Ой, боже мой. Это пипец. Чё это такое? Вопрос номер четыре. Производный ад. Е... Е5. Это просто нечестно. Очень легко. Ответ нуль. Ясно. Ноль. Это четвёртая. Это четвёртая цифра. Вторая. Первая. Вторая известна. Первая это у нас три. Вторая шесть. Так. Теперь нам надо каким-то образом пробраться дальше. Каким-то образом. Тихо. Давай обратно. Обратно. Пошли обратно. Ммм. Очень тяжело. Теперь придётся как-то пытаться как-то жить и выживать. Как бы нам пробраться туда? Вот как бы пробраться? Пробраться бы нам туда. Блин. Я не знаю, откуда мы вылазим. Мы вылазим постоянно откуда-то. Непонятно откуда. Давай. Давай. Ох, опять не туда. Так, давай сюда. Так. Кстати, а чё я тут? Не-не-не-не. Не надо. Так. Первая три. Вторая шесть. А последняя ноль. Четвёртая точнее. А вот третья цифра-то какая? Нам надо третью цифру найти. Ну, конечно, я могу нащёлкать наугад. Да. Я могу, конечно, нащёлкать наугад. Как думаете? Да ладно уж. Давайте всё-таки отгадаем до конца. Всё-таки не хочется жульничать. Я, конечно, могу реально просто взять и поступить как последняя собака и... Вопрос номер три. Что меньше шести и больше четырёх? Пять. Так. А теперь нам надо каким-то образом выбраться обратно. Так, подождите. Получается, первая у нас... Буква какая? Так, первая у нас цифра-то шесть. Не, первая у нас три. Вторая шесть. Вторая шесть. Третья у нас пять. А последняя это у нас ноль. Давайте проверим. Ох, кажись мы отгадали. Так, первая это у нас три. Три. Шесть. Пять. Ноль. Отлично. Мы разгадали. Давайте теперь сохраняемся. Довольно быстро. Я думал, будем больше мучиться. Найдем что-то отвратительное. Взять это. В коробке ничего нет. Ну да, пустота тоже отвратительна. В коробке ничего нет. Блин, мне кажется, это западня. Это западня, мне кажется. Эта коробка неожиданно тяжелая. Открыть. Найдена дверная ручка. Ооо, а это хорошо, это хорошо. Теперь нам надо... Подожди, у нас, кажись, кажись, я понял. Подожди. Давай сохранимся. У нас дверная ручка все-таки появилась. Давайте еще пооткрываем. Может я что-то еще найду. Взять. Найдем штука. Я не шизофреник. Я просто многогранная личность. Лучше взять. Найдем лазурная лента. Найдем на скотч. Блин, сохраняться, чтобы слушать этот смех. Придется. О, драматичный эффект снега. Кстати, круто. Круто. Давай сохранку. Еще сохранишься. Найдем на рисовашке. О, кстати, еще одна рисовашка. Давай. Вещь у нас куча мыла и куча всяких других вещей теперь. Рисовашки. Так, товарищи, извиняюсь, пожалуйста, за проблемы. Извиняюсь. У меня случайно, блин, я случайно нажал на паузу. Но в любом случае вы сильно много не потеряли. Мы сейчас использовали ручку, которую нашли. Открыли эту дверь. Сейчас мы наверх идем. Там сейчас загадка идет с глазами, которую я понять не могу. Так что пока что мне придется сейчас... Мне придется немножко потыкаться и попытаться понять, что это вообще загадка и как ее решить. Потому что я что-то вообще без понятия. Либо я идиот, либо что-то такое-то. Загадка за глазами пипец какая трудная. Давайте сделаем скринчик, кстати. Пресс-скринчик. Давайте сделаем скрин. Вот так вот. Сделаем скринчик. Ну и дальше уже мне придется немножко без вас помучиться. Потому что если вы будете со мной, мне кажется, мы пол серии будем голову ломать. Точнее я. А вы просто будете смотреть на мои потуги. Так, товарищи. Кажись, я наконец-то понял. Я понял, чем ошибка. Вообще в первый раз я правильно все понял. Мы должны вот так двигаться. В первый у нас цифра будет 3, 1, 2, 2. Дальше у нас идет 3, кажись. Потом 1, 2, 1. Вот так. Или 2. 1. Давайте. Главное, пароль не изменится. Но большинство, кажись, я все-таки правильно понял. 2. Да? Она убила на меня? Она убила на меня? Она нас убила? Что? Его головы нет. Этого не может быть. Разве мы не можем что-нибудь сделать? Куда? А за что его убили? Вы издеваетесь? За что? Это... Да ну вас... Его убили. За что? За что? Это бесполезно. Не важно, что ты сделаешь. Он в конце концов, так или иначе, умрет здесь. Кто ты? Человек с четырьмя глазами рассмеялся. Не делай такое лицо. Это тебе не идет. Я библиотекарь. Но видишь, больше никто не приходит сюда читать. Так или иначе, бессмысленно плакать над мертвым куском мяса. Мясо. Как ты можешь? Я обещала присмотреть за ним. Но... Ну-ну, все еще... Все еще... Не все еще потеряно. За исключением его головы, полагаю. Подожди, подожди. Не бей меня за это. Тогда что, полагаю... Тогда что, полагаешь, мне делать? Переключить канал. Это все. Как это мне поможет? Сама увидишь. Возможно, тебе повезет достаточно, чтобы изменить историю. Почему я должна поверить тебе? Я не говорю тебе делать что-то немыслимое. Не так? Кроме того, я довольно хорошо осведомлен о том, как работает это место. Ах, прости, я слишком увлекся. Это первый раз за последние годы, когда я разговариваю с настоящим человеком. Дверь открыта. Разве тебе не надо спешить? Верно. Тогда прощай. Пока-пока. Будь осторожна, если встретишь... Встретишь на своем пути палачей. Они не такие хорошие, как я. Шарлотта сдерживает слезы. Вы издеваетесь. Давайте. Подожди секунду. Ну вы серьезно? Подожди, он реально умер? Он просто взял и умер. Подождите, это ненормально. Почему? Почему? Так. Ням. Шарлотта переключает канал. А. Ладно. Так, подожди. Я надеюсь, мы можем его спасти. Так, а куда нам? Тут опять все пусто. Коробка пуста. И правда бессмысленно открывать коробки. Ладно, плевать на эти коробки. Блин. Ну почему? Зашло. Подожди, а где он может быть? Зал знаний. Войти, да. А вот он, Феликс. Феликс? Ты? Это правда ты? Что за вопрос? Конечно, я. Я только пришел сюда. Неужели? Эй, почему ты плачешь? Я просто рада, что ты целый, но не вреди. Феликс вздыхает. Ах. Да ладно. В любом случае, тебе не стоило идти за мной. Я щипаю Феликса за щеку. Мой долг приглядывать за тобой, глупышка. Недооценивай меня и мои великолепные навыки сторожа. Я думал, ты станешь ругать меня за то, что я убежал. Ты пришел сюда по какой-то причине, верно? Я не буду ругать тебя. Просто будь в безопасности. Ладно, наверное. Ты странно себя ведешь. Ты придумываешь. Возьми меня за руку, чтобы мы не разделились. Хорошо? Эх, это совершенно не нужно. Никаких возражений не принимаются. Никакие возражения не принимаются. Как и любит говорить Сет. Отлично. Феликс с нами. Так, подожди. Нам... И что же дальше? Пароль, да? Впервые мне приходится решать головоломки для того, чтобы открыть дверь. Смешно. Не волнуйся. Думаю, я знаю ответ. Подожди. Мне вот еще хочется понять. А что же нам делать? Подожди. Коробки, получается... Да, коробки открывать бесполезно. Подожди. Давай дальше ходить. Мне кажется... Подожди. А что будет в библиотеке знаний? Может, подальше заглянем туда? Я просто не знаю. Но я не знаю, что происходит. В чем различие? Зал знаний. Тут все пусто. Ой, а вот он и наш товарищ. Это ты. Спасибо за то, что было раньше. Это и вправду работает. Это штука... Переключение канала. Могу я спросить. Я знаю тебя? Ты не помнишь меня? Полагаю, это первый раз, когда мы встретились. Ах, мне правда жаль. Должно быть, я перепутала тебя с кем-то, кого знаю. Это неудивительно. Должно быть, мы все выглядим одинаково для вас. Мне очень жаль. Не нужно извиняться. Ты тут потому, что тебе нужно найти книгу. Возможно, я могу помочь моему товарищу библиофилу. Знаешь, изо всех сил... Знаешь. Изо всех сил стараюсь держать все тут в порядке. Не книгу. Тут есть безопасный выход. Все выходы здесь безопасны. Это библиотека, в конце концов. Ох, неужели? Все библиотеки без... Все пути безопасны. Так, ладно, как... А что же нам делать? Нам что, надо повторно? Ну, вы имеете в виду, нам надо повторно? Ну, это самое. Подожди. А, типа, мы попали... Подожди, мы попали, типа, теперь... Теперь мы не можем проходить сквозь вот эти вот пути. Так, подожди, я понять не могу, где мы. А, вот выход, во. Так. Выходим из зала знаний. Подожди. Нам опять, получается, к этой двери шагать. Я так полагаю. Подожди. Вот сюда. Дверная ручка должна быть где-то здесь. А ты довольно уверена в этом. Подожди, а где же эта дверная ручка? Так, это надо вон туда вот. Значит, нам все-таки придется открывать коробки. Так, ладно, давайте... Давайте открывать коробки, пока не найдем дверную ручку. Как же странно. Ей богу, если... Я думаю, навряд ли он умрет. Я очень сомневаюсь, что Феликс все-таки его убьют. О, блин, это реально было неожиданно. За что? Просто ни за что убили. Ни за что, ни про что. Мы же правильно ответили. Или тут запрограммировано так, что... Хоть и... Хоть и пой, хоть коричьи, все равно поешь мочи. Типа так? Не знаю. Мда. О, эффект драматичного снега. Прямо то, что надо. Так, все-таки не все пусто. Где же это? Да скотч. Какой мне скотч? Отлично. Все, пошлите. Ну что ж, теперь надо валить отсюда. Так. И какой же пароль? Подожди, а какой же нам пароль нужен? Это чертова дверь. И какой же пароль нам надо ввести? Нет, не трогай это. Почему ты так внезапно начинаешь осторожничать? Мы были здесь уже один раз. Я переключила канал и... Переключила канал. Что это хоть значит? Не думаю, что сама понимаю. После того, как я это сделала, вернулась в точку... В точно такое же место. Но некоторые вещи изменились. Например? Например, ты все еще жив. Я умер прямо здесь? Тебя отсекли голову. Ох. Тогда что нам делать? Я пойду первая. Сет может сделать перемотку, если я умру до окончательного срока годности. Кроме того, я не могу позволить себе потерять тебя снова. Это просто глупо. Это единственный выход. Да? Так, какой же там пароль был? Сейчас, подожди. Сейчас припомню. Так, секунду. 1-3-3-2-2. Ведь верно или как? Тут, мне кажется, такая замутка, что пароль будет немножко перемешан. Скорее всего, наоборот все будет. Вместо первого пароля будет все наоборот. Тип, все перемотано будет. Или я неправильно? Ладно. Давай. Подожди. 1 должен. Ладно, давай по-старому. 2-2. 3. 1, кажется. Что еще? 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Подожди. 2. Может 2. 1. 2. Я надеюсь, правильно. Я просто не хочу повторения ситуации, если уж все пойдет на смарку. Но буду надеяться, я не ошибся. Или наоборот. Кстати, а может переставить цифру? Неверный пароль. Так, ладно. Что я ошибся? В чем я мог ошибиться? В чем я мог ошибиться? Подожди. Я не могу понять. Подожди. Первые цифры, я уверен, правильные. Но. Так. Либо я идиот. Подожди. Может я, может я идиот? Может я идиот? Вот так надо? 3-1. 2-1. Хорошего дня. Наконец-то мы живы! И чего? Так. И. Ну. Мы же можем теперь выйти? Или как? Как нам выйти, а? Бро! Все эти догадки, блин, буравят мозг. Пойти в телевизор, да? Разумеется. Ура! Ура! Мы живы! Феликс с нами! Подождите, а Феликс зовут вообще? Мне надо вообще знать, и правильно ли я тебя называю. А то будет... Да, Феликс. Фуф. Феликс жив. Так, ладно. А что дальше? Ладно, непонятно. Так, ладно. Давай что думать. Все эти... Все это отключено. Тут вот единственный... Давайте. А это что такое? Стоп. Я не понимаю... Что за психодел? Что за психодел? Так, ладно. Я думаю, надо заканчиваться. На этом, я думаю, мы закончим, я думаю. И в следующей серии уже продолжим. Блин, непонятно нихрена. Может, все-таки подальше? Ну, давай чуть-чуть, еще чуть-чуть. Походим, но я ни хрена не понимаю. Воткни иглу в глаз. Эта дверь пялится на меня. Так, эта дверь пялится на меня. Место Гура. Ой, ё-моё. Подожди, я не хочу. Я передумал. Что это за говно? Ну, что это за говно? Место изобилия. Дверь не открывается. А, во, сохранение. Слава богу, все, теперь можно умирать. Место счастья. Может, войдем в место счастья, а? Это еще что за дерьмо? Оно нас сожрало? Что это за дерьмо? Я не понимаю. Что это за психодел? Блин. Это, знаете, наподобие тумана. Очень напоминает мне туман. Вот примерно. Это примерно туман. Сюжет начинается с хрен знает чего и продолжается хрен знает чем. Лабиринт. Подожди, надо этих голов избегать. Чтобы нас не сожрали. Не дай бог. Давайте сохранимся. Оф, нас пока что не съели. А, нет, вот съели. Тихо, 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 тихо. Вон дверь, вон дверь, вон дверь. Так, и чего? У цветов, которые лгут, плохая память. Мясо красное, пиалки голубые. Мои самые большие страхи это мясо и гранаты. Ладно, давайте, я думаю, все-таки продолжим уже в следующей части. А, это значит не... Это одна из дверей. Только вот надеяться на то, что нас не сожрут. Надо как-то добраться до двери следующей. Нет, тут нам не дают проходу. Ладно. А как тут надо действовать-то? Ладно, давайте лучше побежим. Ладно, давайте спрячемся здесь. Так, здесь остановимся. Я, конечно, сохраниться здесь не могу. Но остановимся здесь. Продолжим уже эти психоделогические загадки в следующий раз. Да, конечно, отлично так нас напугали. Повезло. Повезло, что, блин, библиотекарь оказался добрее. А то бы, Феликс, прости, уж мы продолжили путь без тебя. Тогда бы это вообще было бы жестоко, если мы к твоему отцу вернулись без тебя. Он нас бы, думаю... Мы бы стали еще одним его пациентом для опытов. За то, что было. О, кстати, вот. Во, кстати. Вон, тут очень много файлов, кстати. Давайте тогда уж начнем с первого файла. Снова перезапишем. Ой, сколько тут цветов. Ладно. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Как вам этот психоделый не хрен знает что? Блин. Загадка с цветами. Загадка с цветами. Интересно. И кто же из них лжет? Скорее всего, тут опять будет такое, что часть будет говорить правду и подскажет. А другая, блин, наоборот, уведет от правильного ответа. Ладно. Ставьте... Да. Пишите комментарии. Предлагайте еще и игр. Критикуйте. Вот. Игру, которую мы сейчас проходим, предложила одна моя очень хорошая зрительница. Стар. И благодаря... Вот. Благодаря ей мы вот наслаждаемся этим безумием. И еще вторым эпизодом также будем наслаждаться. И, возможно, третьим, если он вообще вышел. Надеюсь, что вышел. Заглядьте в описание. Там будет ссылочка на мой дискорд сервер и на рутуб канал. На всякий пожарный. Подпишитесь. Вдруг что с ютубом случится. Так мы хотя бы не потеряемся. Также там есть ссылочка на... Дизайнера, который сделал нам шапочку и логотипчик. Благодаря ему он такой у нас красивый логотипчик. Прям под тематику канал. Надеюсь. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик. Так вы о новых видео узнаете. Пополните нашу большую, но все такую же крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Увидимся в следующих частях нашего безумия. Субтитры сделал DimaTorzok